Она не такая, она не такая Третий год на фестиваль приезжают участники Смоленского военно-исторического театра «Артбанда Томахагари». На этот раз они устроили настоящее шоу в стиле постапокалиптических миров и безумного Макса. Помимо своего театрального мастерства и владения холодным оружием, они устроили и между зрителями настоящие гладиаторские бои. Надо сказать, что в роли гладиаторов себя хотели попробовать многие. Круто, что интерактивно, что вовлекают зрители в это все действие. За что люблю ребят из Смоленской земли. Всегда очень отзывчивая публика, очень живая. Вот они нам помогают выступать. Без них мы бы не смогли, наверное. Каждый раз организаторы дают жару. Программа фестиваля всегда очень креативна. Кроме хорошей музыки, разнообразные конкурсы, традиционные для байкерского движения. Это сиамские мотомеханики, самый громкий выхлоп, древний мод, бои в грязи, мотоледи и многие другие. Зрители остались в восторге. Шикарно, все клево, обалденно вообще. Ну, уже не первый год приезжаем, уже третий получается. Ну, здорово, много креативных людей, позитивных вообще. Отличная погода порадовала. Я вот в этом, ну, с юности, лет, наверное, с 15 я еще в школе, там, в седьмом классе начал слушать арию. Все мое, мне тут все нравится. И люди, и музыка, какая бы она ни была, какие бы они ни были. Это образ жизни, повод встретиться с друзьями-единомышленниками и оторваться от обыденности. Вторые половинки поддерживают их и помогают. Например, баннер фестиваля вручную нарисовала супруга одного из участников мотоклуба. Моя жена, да, поддержит меня. Мне очень в этом повезло, да, и она старается внести свой вклад в это мероприятие. Она старается нарисовать вот такие плакаты. Порядок и безопасность на мероприятии поддерживались силами Росфальского отдела полиции и самих байкеров. Каждый из ребят, кто относится к мотодвижению, он смотрит за порядком. Фестиваль, впрочем, как и всегда, получился угарный. Атмосфера была фееричной и по-настоящему роковой.